МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите программу «Время говорить». Наши корреспонденты рассказывают о событиях, которые стали предметом обсуждения в обществе. Главные темы сегодня таковы. Предолимпийская неделя. Вся страна настраивается на сочинские старты. Отмечалась финишная прямая подготовки всероссийской лыжней. Сядут все, передано в суд, делал налетчиков на офисы быстрых кредитов. Потеплело. Синоптики дают хорошие прогнозы на ближайшие дни. Летающий автобус в Рязани за выходные произошло несколько автоаварий. Одна из самых крупных с участием пассажирского автобуса. А теперь обо всем подробнее. Пошла предолимпийская неделя. В средствах массовой информации начался, так сказать, сочинский навал. Тема каждого часа. Спортивные объекты, приезд делегаций, пресс-центры, олимпийская погода. Не растает ли снег и так далее и тому подобное. Возведение олимпийских построек, понятно, проходило под бдительным контролем различных компетентных служб и ведомств. Да и первые лица, что называется, дневали и ночевали в главном спортивном городе этой зимы. Весь мир ждет первых стартов, а наши сограждане нет-нет, да и заведут разговор о том, сколько же деляги от олимпийского бюджета отпилили да в карман положили. За подготовку Олимпиады в правительстве России отмечает вице-премьер Дмитрий Козак. В интервью журналу «Итоги» он сказал, цитирую, «Несмотря на очень жесткий контроль, случаев свидетельствующих о масштабном воровстве установлено не было. Гарантировать, что его в принципе не было, я тоже не могу. У нас, в конце концов, презумпция невиновности». Вот ты понимай, то ли не было масштабного воровства, то ли было, но гарантии этому нет, то ли презумпции невиновности виновата. Видимо, живут в верховных кругах традиции незабвенной памяти Виктора Черномырдина. Можно изъясняться афористично, но до гениальности непонятно. По данным вице-премьера, в 2012 году было зарегистрировано более сотни преступлений на олимпийских стройках. В основном это мелкие кражи. Также ряд строительных организаций завышал цены. Напомним, открытие игр в Сочи состоится в эту пятницу, 7 февраля. Час икс, это 20 часов 14 минут. Вчера была репетиция великого действа. Те, кто видел, говорят, зрелище обещает быть масштабным. И для России беспрецедентным. И еще в средствах массовой информации прошло известие, что наша сборная выйдет на приветственное шествие под песню группы Тату «Нас не догонят». Пресс-атташе Международного олимпийского комитета Марк Адамс репетиционную церемонию открытия оценил высоко. На пресс-конференцию он заявил «Могу вас заверить, что россияне организуют замечательное шоу». Предолимпийские дни в России были отмечены масштабным воскресным проектом «Лыжня России». Это традиционная гонка, которая зимой собирает любителей и профессионалов лыжного спорта во всех городах и весях. В Рязани народную лыжню проложили около села Варские. По данным регионального министерства спорта, на лыжи встали более 6 тысяч человек. От совсем малышевского возраста до 80-летних ветеранов. Традиционный 5-километровый маршрут впереди всех закончил Андрей Олипкин из Рязани. Среди женщин первенствовала Татьяна Иванова из Тумы. На десятке царили рязанцы. Весь пьедестал у горожан, а золотой результат показал Сергей Чванов. У женщин победила кемеровчанка Анна Поволяева. Но, как известно, такие состязания проходят в полном соответствии с олимпийским принципом. Главное – участие. Вчера Россия отметила 71-ю годовщину разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 году. Отмечали дату в городах и селах, которые знали войну. И в тех, кого чаша сия миновала. Возлагали сегодня цветы и на воинском мемориале в Рязани. Вообще, Сталинградская битва – это переломный этап Великой Отечественной. Когда стало ясно, немецкого прорыва к нефтяным запасам на Кавказе не будет. К донским и кубанским пашням, продовольственным краям тоже. Это означало бы для СССР поражение в войне, которую, как известно, называли «войной моторов». Фашисты жгли последние литры топлива в танках, потому что знали – дальше либо все, либо ничего. Да и само название города тогда значило «крах не только в войне». Взяли город Сталина. Это, конечно, означало бы идеологическую победу врага. Вот что такое был Сталинград. За 200 дней обороны в битвах за него погибли и были ранены более 700 тысяч наших солдат и командиров. Надо отметить, что Сталинградская битва стала самым крупным сухопутным сражением в ходе Второй мировой войны. Еще одна уже непосредственно рязанская тема – воскресенье и, к сожалению, тревожная. Самая, наверное, громкая городская автоавария начала года случилась средь белого дня в центре города, недалеко от остановки цирк. Обошлось без жертв, но звоночек всем тревожный. Виновником ДТП стал водитель пассажирского автобуса. Пострадали дети. С подробностями Оксана Тебенихина. В минувшее воскресенье в Рязани произошло два крупных ДТП. Около трех часов дня на остановке цирк разбилось сразу четыре автомобиля. И все по вине водителя вот этого автобуса. Видимо, мужчина не заметил красного сигнала светофора, что и стало его трагической ошибкой. Водитель рейсового автобуса производит столкновение с автомашиной «Киа Сирата». Вот, сразу данная автомашина врезается в столб. Водитель автобуса меняет направление от удара, выезжает на встречную полосу. Происходит столкновение с микроавтобусом маршрутом такси марки «Пежо». Данная машина разворачивается после удара. Также автобус столкновение производит с 14-й моделью «Жигулей». После чего пробивает пешеходное ограждение, выезжает на пешеходный тротуар, по которому проезжает порядка 20 метров. Серьезных травм, по предварительным данным, никто не получил. Но подобная халатность могла бы привести к более ужасающим последствиям. Автобус выбросил на мост, а там, между прочим, остановка. А если бы после циркового представления на ней были бы дети? И этих «если бы» очень много. Пострадало 7 человек. Это водитель автобуса, водитель легковой автомашины «Киа», а также 5 пассажиров маршрутного такси, из которых 2 ребенка, 2000-2001 года рождения. Всем была оказана медицинская помощь. Водитель автомашины «Киа» находится на стационарном лечении, а также 2 пассажира маршрутного такси. Официальное предположение о том, что у автобуса, возможно, отказали тормоза, вызывает сомнение. Но кто выпустит в рейс неисправный транспорт? Работники автопарка? Бред. И куда так торопился водитель, вовсю разогнавшийся на пассажирском автобусе, пока остается загадкой. Сегодня рязанские полицейские сообщили о закрытии очередного подпольного казино в центре Рязани. На улице имени великого писателя Максима Горького деловые люди спрятали уютный и закрытый для посещения посторонних притончик. Причем то ли дело это предельно выгодное, то ли организаторы надеялись на некую устойчивую крышу, но клуб закрывали не раз и также не раз возрождался он из пепла. Подпольное казино располагалось в цокольном этаже одного из жилых домов на улице Горького. Внутри помещения рязанские полицейские обнаружили стол для игры в покер, стол для рулетки, а также три игровых автомата. Игорное оборудование стражи порядка изымают из этого заведения уже не впервые. Пару месяцев назад оперативники уже приходили по этому адресу, изымали покерные столы и одноруких бандитов. Однако, по всей видимости, после визита полицейских игра в этом клубе началась вновь. Также, по словам правоохранителей, усиливались в этом заведении и меры конспирации. Вход в помещение за железной дверью охранялся системой видеонаблюдения. Доступ в подпольный клуб имели только проверенные игроки, да и даже они и должны были знать пароли. Явочная квартира заговорщиков, да и только. Сейчас на владельце помещения для направления в суд подготовлен материал об организации и проведении азартных игр. И еще о криминале. Сегодня стало известно, что дело налетчиков на офисы быстрых кредитов передано в суд. Напомним, под знаком вооруженных нападений прошел в Рязани прошлый апрель. Четыре налета было зафиксировано только в течение одного месяца. Позже выяснилось, что преступников было двое, оба совсем еще молодые. Работали приятели по очереди. Схема была предельно проста. В быстрые деньги спокойно заходил некий юноша и проводил быстро налет. Он смотрел, нет ли кого постороннего в зале, подходил к стойке персонала, доставал пистолет и деньги на бочку. Дамы, которые работали в операционных залах, безропотно подчинялись требованиям разбойничков. К своим акциям налетчики готовились заранее. Прячась от камер наблюдения, надевали очки и даже зимние шапки-ушанки. После проведения оперативных разработок в одном из офисов преступников взяли. Оказалось, что они ходили на дело вначале с игрушкой, а потом, разжившись денежками, купили пневматический пистолет. Жили, братцы-разбойники, одним днем. Все награбленное тратили на попойки и ночные клубы. Осуществляя свои преступные намерения, они узнали из сети интернет, что ранее в других городах совершались разбойные нападения на офисы быстрого кредитования, которые также имелись и у нас в городе Рязани. Данные офисы, по их мнению, не имели вооруженной охраны тревожных кнопок, Поэтому они совершили с апреля по май прошлого года пять разбойных нападений на офисы быстрого кредитования. Таким образом, они завладели денежными средствами в размере более 100 тысяч рублей. Сегодня в областном суде прошла первоначальная беседа по гражданскому делу об охранных зонах в селе Константинове. Напомним, бывшее руководство регионального Минкульта подготовило проект по изменению границ этих самых зон на Родни Есенина. Как выяснилось, документ был сырой, непроработанный, а его поспешной публикацией стало причиной волнения общественности и небольшого скандала в самом министерстве. В итоге глава ведомства Галина Соколова отправлена в отставку. Вот что сообщили сегодня в областном суде. В ходе беседы судья опросил заявителей его представителей по существу заявленных требований. Предложил представить дополнительные доказательства, а также опросил представителей правительства Рязанской области по обстоятельствам дела. Выяснил, какие имеются возражения относительно поданного в суд заявления и какими доказательствами эти возражения могут быть подтверждены. Напомним, сейчас вопрос об охранных зонах находится в прямом ведении вице-губернатора Сергея Филимонова, который проводит в этой связи встречи с местными жителями, главами поселения и активистами-общественниками. Все высказанные предложения, сказал Сергей Филимонов во время выездного рабочего освещения по вопросам охранных зон в Константинове, будут обобщены и представлены губернатору Олегу Ковалеву. Сейчас в эфире самой долгожданной для многих информации с сегодняшнего дня синоптики прогнозируют ослабление морозов. Понятно, что сегодня, узнав об этом, мы сразу же с надеждой на тепло поехали в Рязанский гидромет. Мечты теплолюбивых, как выяснилось, понемногу исполняются. Рассказывает Оксана Тебенихина. Нам, рязанцам, с погодой не угодишь. То нам слякоть в декабре надоело, то колючие январские морозы кажутся недопустимым природным нахальством. И все же холода нам дались нелегко, но теперь можно вздохнуть с облегчением. Крещенские и прочие морозы отступили. 4 февраля температура воздуха в ночные часы минус 10, минус 15 градусов, дневные минус 2, минус 7. В последующие дни температура воздуха повысится, в ночные часы она будет в пределах минус 4, минус 10 градусов, а днем уже 0, минус 5. Ну и к выходным также ожидается повышение температуры и днем, возможно, до плюс 1 градуса. По крайней мере, в ближайшее время мы вполне себе можем перевести дух и отдохнуть от красных носов, густого пара, лекарств и паники перед выходом на улицу. Ну сегодня все, но мы с вами не расстаемся надолго. После окончания программы «Время говорить» в эфир выйдет проект подробностей, где мы будем рассказывать о новеллах антимонопольного законодательства. Наш гость сегодня руководитель регионального антимонопольного управления Владимир Луканцов. Заодно и спросим его, как там обстоят дела с расследованием причин недавнего резкого подражания продукта под названием «яйцо куриное». Рассказать об этом Владимир Владимирович нам обещал в конце 2013 года. Ну а пока поздравляем всех с началом нового месяца, новой трудовой недели и первым потеплением. До весны, конечно, еще далеко, однако она неизбежна, как наша сочинская Олимпиада. До встречи завтра, как обычно в программе «Время говорить». Редактор субтитров А.Семкин